Очень голодный Огр. В чем же причина столь странного отношения опрометчивого зла к кораблям? Зачем уничтожать их, вместо того, чтобы приберечь на черный день? Так или иначе, войско легендарного зла вновь стояло на побережье, готовое отправиться в путь до невольных городов, но, как уже отмечалось, ему был нужен корабль. К счастью, дело было недалеко от портового города Форевер Винтера, а где-то в окрестностях. Удачливое зло ждал союзник. Привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в Dungeons 3 и проходить кампанию. У нас на очереди 12-я миссия, очень голодный Огр. Ну что ж, поехали. Да, армии ужасающего зла вновь стояли у берегов западных королевств, а вдали, по ту сторону бескрайних вод, лежали несметно богатые невольные города. Походя на столицу, оставлять их позади было бы крайне неразумно, ведь каждый мог бы атаковать предусмотрительное зло с тыла. Но чтобы попасть туда, требовался флот. Да, мы уже говорили об этом, а раз приспешники способного зла не способны сами построить и утлый плот, пришлось позаимствовать корабли у местных. Дело было близ портового города Форевер Винтера, славной гавани и дома множества знаменитых героев. К сожалению, оборона Форевер Винтера отличалась крепостью, а защитники — опытом и, что называется, высоким уровнем. Да, у миньонов, готового к жертвам зла, не было ни единого шанса. А чего мы вообще тут делаем? Спокойно. Неподалеку от города обитало могучее создание — огромный Огр. С его силой и мощью можно было не бояться встречи с защитниками Форевер Винтера. Впрочем, Огра нужно было убедить присоединиться к армии коварного зла. Ха, да без проблем. Просто отлупим его как следует, если он не согласится. Прекрасная затея, но разве я не сказал, насколько могуч был Огр? Великан стер бы в порошок любую нашу атаку. Ладно, надо сначала взглянуть на него. Разговору время, бою час. Итак, мы начинаем. Наши задачи, в принципе, ясны. Уничтожить город Форевер Винтер и найти Огра. Так, импишатни уже есть, сокровищницы есть. Даже пивоварню нам поставили со стартом. Прям топчик. И скром. Ну чё ж, начинаем прокапываться. Потихоньку тут ещё материалы, кстати говоря, лежат. Тут тоже материалы. Давайте поторопим этих ребят. Сразу же расширю я сокровищницу. Я думаю, мы сейчас запланируем сразу же комнату под мастерскую, чтобы уже материалы производить. Но сначала всё-таки надо глянуть на наше дерево развития. Тут до четвёртого уровня уже количество сопляков изучено. Давайте лимит увеличим. И нагу поизучаем. Всё, сейчас будем копить армию. Пойдём первый источник коварства захватывать на поверхности. Потом к огру, может, дойдём. Огры доступен сразу же в пределах видимости. Я думаю, он нам какой-то квест даст. Типа принести мне там барашков, я буду за вас драться. Огры-то как Кроули, такой титан. Одним словом, да? Очень мощный юнит, короче говоря. Так, берём, значит, две хилки, два орка. Я думаю, три орка нормально будет. Всё, с такой армией уже можно что-то сделать. Пошли. Герои Форевер Винтера постоянно слонялись без дела. И с удовольствием хватались за любые приключения и злоключения. Так что отряды путешественников быстро вычислили прислужников не особо скрытного зла и уже спешили в бой за новыми уровнями. А-да пусть приходят! Поотрывать им головы! Пообгрызать ногти! Зла победи! Так, там уже патруль припёрся. Как неприятно там. Я слушаю. Bye-bye, baby! Чёрт, только храним. Не даём умереть. Надеюсь, этих я не согрю сейчас. Что нужно сделать? Так, вроде бы выжили. Вроде бы выжили, ребята. При смерти. Чувак, иди-ка полечись. Долго тебя тут будет отличивать там вручную. У нас, по-моему, всего один выход из-под земель. Я думаю, эта миссия будет очень быстрой. Так, мне нужно мастерскую запланировать. Лимит населения у нас ещё есть. Значит, мы ещё, может быть, хилку взять. Или орка. Давайте хилку возьмём. Так, лимит побольше. Всё-таки орка возьмём сейчас одного. 24-й, блин, как долго там. Так, орк пошёл. Так, может, как мне узнать, кто под земельом-то вообще находится. Так, этого сбросим. Остальных на поверхность. И пошли дальше. Добро падёт! Тут простая партия, всего две хилки и три чувака. Три чувака с мечами. Потом сразу же корку. Там уже замок. Слушайте, всё у нас тут в пределах досягаемости. Так, орка просто колда. Добро падёт! Обидно, досадно, ну ладно. Переживём как-нибудь. Зло не остановить! Так, хорошо. Затем разобрались. Опять у нас, слушайте, там два трека играют вот сюда. Пора платить жалобу. Чё ж ты будешь делать там? Так, мне нужно сейчас изучить, я думаю, воронку для демонов. Потом сразу же арканум. Здесь будет у нас арканум. А тут воронку поставим. Так, воронка есть. На арканум чётом коварства. Вроде бы, да, сто коварства. Так, воронка пошла. Сразу же маны бы добудем. Так, пошли-ка к орку, сходим. Точнее, к огру. Чтобы не затягивать слишком. Наконец, усердно ищущему злу удалось найти огра. Эй, я есть огр. Да, у этого парня точно не выйдет победить в интеллектуальном конкурсе. Мну рад помочь. Лупасить героев нравится. Но Мну хочет пить. Мну начать тогда попить. Эх, конечно, если бы всё было так просто. Чтобы убедить огра помочь, первым делом нужно было раздобыть действительно много пива. Тяжело вздохнув, крафтовое зло принялось за работу. Ладно, маленькие уродцы. Вы всё слышали? Пора варить. Давайте, ставьте котлы, и пусть вместо плесени здесь запахнет ячменём. Так, двенадцать из десяти. У меня аж уже двенадцать из десяти, как так-то. Пива-то достаточно вроде как. Ладно, сейчас будем разбираться, что надо вообще этому огру. Когда пиво уже есть, просто щелкнуть. Давайте убедим огра. Ладно, громадина, вот твоё пиво. Теперь пора... Эй, минутку, а где оно? Ты уже? Эй, да это куда, твою ж дивизию собрался? Стой на месте, нам ещё город покорять. Пиво пил, огр голодный. Огр перекусить. Полный алчной решимости, огр направился в сторону ближайшей фермы, откуда доносилось радостное блеяние овец, которое быстро превратилось в овечью панику, когда Атара увидела огра. Один из твоих островов коварства подвергся атаке. Ну ладно, не хрена себе. Тут поворот... Короче, огра понесло. Защитить надо его, да? Надо сам справиться. Чего защищать-то? Как бы не маленький. Так, продолжаем прокапываться. Ничего стоять. Воронку построил, надо арканом запланировать. Так, арканом надо побольше сделать все-таки. Материалы опять. Так, потихоньку производится. Хорошо. Сразу же алтарьмана сейчас поставим. Так, что там огра-то у нас не слился еще. На него дофига хп, что его защищать-то? Странный вообще кваст. Так, алтарьмана пошел. Так, увеличиваем лимит, тогда и... Ну, а демона нанимаем. Так, убор, чего он куда бежал пить? Ложим. Ну, все, как бы он защищен. Чего надо-то? И тут всех надо убить просто. Тупо. Ну, ладно, пошли туда еще один настоящий коварцев. Захватим, раз уж мы тут рядом. Нем-нем, сладкий барашек. Вместо похода на Форевер Винтер, Огр предпочел заняться овцами. К неудовольствию нетерпеливого зла, Талии явно было не по зубам управлять чудовищем. Что? Это типа моя проблема? Что тупой пузан волочится за каждой овечьей отарой? Ну, я вот, к примеру, просто голос за кадром, а не... Командующий армией зла. К тому же тут недалеко до ужаса добрый город, которому не мешало бы преподать злобный урок. Ладно, сделаем. Вперед, крутить им руки, выковыривать им глаза. Огр уже сыт. Неужели? Сколько же ты съел обжора? Ну, раз, овечка, два, овечка, три, овечка, четыре... Ох, чёрт. Значит, теперь перекур? Когда он проснётся, тут рассказчиками уже будут мои внуки. Впрочем, зная, какие огры вы пивохи, можно было догадаться, что дюжина другая бочек с пивом его наверняка разбудит. С искренним стоном пивоваренное зло вернулось к работе. Короче, понятно, нам тут пива нужно очень много. Давайте немного расширим это дело. Так, материал это у нас производится. Сборим пополам. Пора платить жалобни. Так, железные орки нужны нам. Сейчас, значит, мы пещеру мастеров построим, потом ещё надо будет запланировать электорий. Ну, как-то так. Даже можно вот сделать таким вот образом. Это будет коридор. Нормально. Ну, что, пошли дальше. Защитить огры у нас всё ещё квест. Так, опять 20 пива надо сейчас, да? Слушайте, я, походу, всю игру буду пиво варить. Миссия такая на варку пива. Так, что там за комната-то хоть? Как раз с пивом, слушайте. Двольно. Хмельное зло, наконец, создал ещё один пивной котёл. Прекрасное решение, особенно для алкашей из орды. Так, второй источник коварства попутно захватили. Пока есть, в принципе, резцы. Давайте улучшим орду. Электорий на... Сейчас, на электорию накопить всё-таки. Так, нам такой большой электорий, в принципе, не нужен, да? Надо его закопать тут частично. Не будем это раскапывать тут только. Ну чё, ладно, давайте... Блин, 17 из 20, я думал, там уже всё. Так, выборные соблики. Пиво не варится, потому что у нас тут для этого нет орков. Орков с нагами. Так, либо лимит увеличиваем, либо орка ещё одного нанимаем. Давайте орка одного нанимём. Вкусно он тут сварит. В принципе, хилок мало не бывает. Блин, вот так... Ах, беда. Короче, решили полечиться вместо того, чтобы работать. 18 из 20. Ладно, пока у нас там изучается всё это дело, надо чем-то занять себя. Подземелье ворвались враги! Вот и мы уже... Знаем, чем себя занять. Надо эти заклинания изучить. Простецкие. И кладбище со склепом ещё построить. Так, тут они увидят, что идёт драка. Несутся в бой, раскидывают врагов. Всё нормально. Сейчас, думаю, пиво по-быстрому он не тут сварит, раз все в сборе. Так, лекторию там не построили ещё ведь. Так, лектория есть. Жила, жила, жила у нас добывается. Здесь тоже сокровищницу поставим пока что. Опять же, свободные сопляки пойдут добывать. Так, пещеру мастеров. Сюда поставим. В подземелье был замечен огромный червь. Блин. Червей только мне не хватало. Что-то происходит. Нихрена с ним. Как-то эти черви очень быстро... А, там сушки этих вызывают, да? Всё, нормально. Убили червя. Так, слушайте, ну неудачное место я убрал всё-таки для пещеры мастеров. Ну, если что, можно ещё одну построить. Ничего особо страшного нет. Поместится с меня от рабочего места? Нет, не поместится, нихрена. Да... А, поместится нормально. Одного хватит вполне. Так, ну чё там с пиво-то? Слушайте, сопляки могут варить пиво-то. А в иконках только указаны орки и наги. Так, ладно, понятно. Тогда придётся увеличить ещё сопляков количество. В принципе, ни орки, ни наги не хотят пиво варить. Ну-ка, давайте пробуем. Варите, твари. Нужно больше пива. Это, кстати говоря, пиво надо отсюда убрать. Чё, ни есть хотят? Вот где бандюшка-то достаточно, как бы. Ну ладно, тогда давайте расширим. На всякий случай это... Удюшать нём. А то чё-то непонятно опять, наши ребята себя ведут. Пора платить жалование. Блин, то им жалование, то есть и... Так, не понял. А, вот он ещё, Михалыч. Ясно. Я думал, я вроде его убил, а он ещё жив. Как оказалось... Нормально. Так, мне нужно щит маны изучить. Это читерское заклинание наше. 250 золота нужно. Слушайте, пиво так и не варится. Прям беда какая-то. А, бочки с пивом 17 из 9. Ёптать, я-то думал, что фигня. Мне надо просто хранилище расширить. Ладно, сейчас побыстрому расширим. В принципе, всё равно время мы зря не теряем. Тут всякую дичь изучаем. Так, давайте копаем, копаем. Тут золотишко, тут золотишко. У нас будет чисто склад, наверное. Или можно, в принципе, тут поставить одно производственное, одно рабочее место. Не суть важна. Так, это всё мы закопаем. Дальше прокопаемся. Так, сколько сейчас у нас? 17 из 9. Тут у нас 0 из 28. Нормально, слушайте. Ну, тут уже некуда было расширяться. Что-то я слишком маленькую пивоварню построил. Хотя тут можно, на самом деле, как бы одну сделать, да, из нескольких. Ну, я думаю, нам столько не понадобится. Слушайте, они, наверное, не будут тут производить, да? Или мы можем отсюда взять и просто утащить? Чтобы не занимать место, да? Я говорю, и соплить куда-то катит сами, да? Бочки-то. Ну да. Катят сами бочки, но слишком долго они катят их. Ну, и так вот прокопаем. Там посмотрим, может быть, одну сделаем. Всё, 20 есть. И вновь, едва получив море пива, Огр осушил все бочки буквально за пару секунд. Ладно, на этот раз достаточно. Шевели жир трестина. Пора сравнять Форевер Винтер с землёй. Хорошо. Ну, Огр, надо размяться. Надо подраться. Лес, есть с кем подраться. С кем хорошо подраться. Подраться, да не дрова пустить. Что? Стой! Ты что делаешь? Город же... Нет, назад, придурок! Эй, армии коварного зла последовали за Огром. В противоположную от Форевер Винтера сторону. Так, короче говоря, ясно. Огра снова понесло. Мне нужно маннощиты изучить срочно. Так, не понял, что там... Всё, хорош. Орду немного... А, слушайте, надо кладбище ещё делать ведь. Ладно, сейчас накопим. Огур, в принципе, справляется пока что. Так вот, ну вот, слушайте, партия... Согрелась. Видимо, тут всё должны разнести вплоть до этого источника коварства. Потом уже пойдём на Форевер Винтер. Вот с кем драться! Пора упасить! Обычно было с производством. Это надо какому-нибудь гоблин дать. По идее. Может, не с пиорку, не важно. Ну всё, ему конец! Вот тебе! Что? Так, идём дальше. Дай-ка я запланирую кладбище тогда. Пока что. Турочка большое. Тут у нас будет типа склеп. Так, вообще, надо Огра вперёд пускать. Копаем быстрее. Так, и лимит надо увеличить, потому что сейчас будем ещё баншу нанимать. Так, надо ещё зал отдыха. Зал отдыха, наверное, не стоит пока что делать. Так, эти ребята изучены. Вот оно чё. Арена. Будем тренировать орков. Просто посмотреть быстрее, эффективнее тренируются. Ладно, гораздо важнее кладбище сейчас сделать, чтобы наши орки уже не умирали. Ну, точнее, склеп. В подземелье ворвались враги. Так, ладно, там с врагами разберёмся. Шалование. Огур опять впереди. У нас в подземелье парочка воинов есть уже. Там, если что, портал сделаю. Защити чёрное сердце. Так, всё нормально, всё под контролем. На жаловании немного денег не хватило, но... Думаю, сейчас разберёмся. Блин, я уж думал, у орка это половина хп. Так он, интересно, лагерь сам разнесёт. Он его заодно просто разнесёт вместе с этим. У него урон-то по площади. Огур прямо помчался вперёд и на развилке свернул на землю. Так, хорош. Ибо сейчас как-то... Блин, надо опять выбирать, кого брать с собой. Продуктивного оставим тут. Всё, пошли дальше. Ничего, вроде не забыли никаких книжек. Там, вроде бы, зелья ещё валялась. Огур упрямо помчался вперёд и на развилке свернул налево. Осторожное зло задумалось. Что же скрывает другое направление? Быть может, стоило его разведать. Но без страшного огра и след простыл. Там у нас уже вход в город на другом направлении. Так, ух ты, и фигаси, ант. Серьёзно, слушайте. Да, драка, дубасить всех. Ай, нет, дубасить тебя. Огр действительно нашёл себе достойного противника. Драка была в самом разгаре. Так, ну, походу, орка лечить пока нельзя. Что делать? Надо её беречь. Огр развинался. Не ты. Огр не нужна помощь. Слушайте, на Огры мы наложили даже моносчить. Какие странные. Хорошая драка. Ну, устать теперь. Нужно прилечь. Потом упасть. Борь. Из ушки лечит его. Короче, он сейчас пять пива потребует, да? Опять? Опять? Да сколько можно? Едва опухшие глаза Огры сомкнулись, и он довольно захрапел. Из ворот Форевер Винтера вышел большой отряд странников, получивших квест на убийство Огра. Ох уж эти ролевики. Убить Огры, значит. После всего, что мы для него сделали. Чёрт аз два. Рубить, кромсать, шнурки им развязывать. Так, короче, готовимся к приходу отряда. Так, пожалуй, я талию почему не взял? Удар с неба! Талию тоже надо на поверхность. Что нужно сделать? Делай щай. Так, чё там? Нет, слушайте, пива не нужно. Как оказалось, у меня просто огромная пивоварня на 45 мест. Непонятно, для чего она нужна. Так, ловушки я, в принципе, наверное, не буду ставить. Долго с ними маяться. Или можно поупарываться чуть-чуть. Так, у нас больше-то ещё не нанято ведь, да? Берём... Нет, не берём мы нифига. Денег нет. Ну, на этом есть нечего, твою ж мать. Приндюшать, ну да, я забыл, да? Расшивить её. Нет! Я ещё вернусь. Это небольшой фейл вышел. Ну ладно, мы тут сейчас защитимся. В принципе, у нас... Склеп этот, блин, ещё не готов. Сейчас там один норк разберётся со всеми. Раскидает. Талию можно за 30 золота поднять, но золота нет у меня. Так, тут у нас чё? Просто золотая жила, да? Не надо её пока добывать. Ну, в принципе, нормально справляется ещё. С таким количеством хиллеров-то. Талия, может быть, сама поднимется тут, когда я уже почти откатилась до конца. Ай, огар, голова больно. И пить огар не надо. Ну, дай пиво. А ну, лечить голову. Пиво? Пиво? Это абразина пьёт как не в себе. Именно так. Но предусмотрительное зло ожидало такого поворота и уже возобновило производство. Угу. Возобновило, ну. Так. Мы раскопаем чуть-чуть. Чё можем ещё построить? Не имеет смысла вот эту штуку построить всё-таки арену. Пора платить жалобни. Золото им платить. Я хочу добраться до этих ребят. Ну, может быть, в этот раз получится. Может быть. Так, ладно. Мы ещё можем поднятие мёртвых изучить. В принципе. Но не горит. Так, у нас никто ничего не добывается. Скольки носится тут. Раскапывают пока что. Нетерпеливое зло обнаружило в подземелье новую комнату. Ммм, с пивом опять. Неплохо. Подземелье ворвались враги. Так, склепт у нас подстроенный, да? Банши... Банши вроде не наняты ещё. Блин. Нету у меня денег. Защити чёрное сердце. Эй! Таких ребят сейчас быстро не... Гонишь обратно в подземку. Далеко не бежать. Чёрт побери. Ну, делать нечего. Куда вы пошли, дебилы? Ой, блин. Только вот... Не досмотришь за ними, они уже убегут кто-то хрен знает куда. Что за людям? Что за дичь? Конечно, она не дойдёт, да? Не до беда. Ладно, пошли. Чуть не надо-то отдых. Так, это тащит нагу. Увеличиваем лимит, нанимаем тогда баншу. И всё у нас чётко. Стремительное зло не теряло времени и быстро доставило пиво огру. Нет, ещё пока нельзя. Надо немного повременить. Это у нас только экономика немного в упадке. Камеру пыток надо делать, значит. Всё-таки арену. Чём я там по армии, в общем. Третьим уровнем. Третьего уровня. Подземелье ворвались враги. Так, ну давайте всё-таки построим, пробуем арену. Построим мы её где-то здесь. Недалеко от входа. Твои комнаты разоряют герои. Это, блин, грёбаные герои. Куда ты меня тащишь? У меня все приснерки. Мало нет. Разберутся как-нибудь. Большие выпученные глаза огра блестели от слёз. Он очень хотел пива. И это, несмотря на то, что запасливое зло позаботилось о том, чтобы напитка уж точно хватило. Что уж нам придётся готовить ещё. Ну, слушайте, какая-то пропаганда о алкоголе. Сплошная. Так, сюда можно помещать наших орков. Чтоб они тренировались. Ну-ка, нагу можно поместить вообще? Так, в чём проблема-то? А, наверху у нас. Так, книжка-то у нас ведь удаление жажды. Ну-ка, где орки у нас? Так, это Италия. Италия и так пива вроде не пьёт. Так, это у нас демоны. Ну, чё, кому книжка-то досталась? Непонятно. Ладно. Короче, прокапываем ещё комнату и строим пыточную. Так, тут уже нет никуда строить, да? Завораживающийся куб. Тут тысяча коварства. Ну, тысячу коварства мы быстро накопим. И Титана возьмём себя в поддержку. Слушайте, надо вторую камеру поставить. Увеличить лимит и найти ещё одну баншу. Сопляки абсолютного зла раскопали новую комнату. Чё, опять пиво? Подземелье полное пиво. Так, путочная камера пудок по шлам. В принципе, герой у нас не так часто заходит в подземелье. Я даже не знаю, может камеру пудок вообще не строить. Так, сейчас всё-таки банши наймём. Так, мана тоже у нас добывается вроде как. Так, где он, где он? Он просто появляется, наверное, да? Как ты это всё дело изучаешь? Сейчас проверим. Просто если пыточную мы построим, надо будет ещё суккубов нанимать. А суккубов как-то... Чё-то я не знаю. Не распробовала я, короче, их на вкус, этих суккубов. В плане того, что полезны они в бою. Или нет. Так, чё тебе надо-то опять? Еды, что ли? Как до хрена всего. Боксерон не хватает. Так, я пока тут индюшатню расширяю. Сейчас будем уже демона изучать. Всё, что мог, расширил. Там и все эти ребята бастуют и бастуют. Не хватает им индюшек. Чё-то его знает, минус четыре уже. Так, это почему вы не раскопали? Непонятно. Или так задумано? Странно. Чё-то вообще не понял, в чём прикол. Ну, нахрен с ним. Чё-то 90%. Так, ну чё, изучаем демона тогда. Ну чё, он метально изучился? И где он? Спрашивается. Понятно. Средки в работе 0 из 1. Жалование. А, так его нанять надо, наверное, да? Да, точно. Он ещё за 1000 нанимается. Вот. Я думал, как бы в единичном варианте и только он сразу же появляется. Тут его ещё дополнительно за золото нанимать приходится. Короче. Короче, всё понятно. Так, чём тут проблема-то? Ну, вот, всё нормально. Так, ребята, опять у нас бастуют. Не хватает им индюшек. Так я уже расширил. Чё вот ещё надо? Топ. Мне кажется, убил индюшку. Ха-ха. Ладно. В общем, я индюшек наплодил. Их уже дофига. Эти ребята всё равно стоят бастуют. Типа, хотят есть. Туда они не идут. Дверь не заблокирована. То есть, дверь можно открыть. Вот она. В таком состоянии заблокирована. Вот она разблокирована. Короче, непонятно, что они хотят. Давайте пробуем вот этого орка перетащить в индюшатню. Посмотрим, он поест. Не поест. Смотрите, он его схавал. Вторую схавал. Нормально он. Решил нажраться. И третью пошёл. Всё, как бы доволен, да? Ну вот видите, как бы приходится такими вещами заниматься. Это, по-моему, что-то ненормально всё-таки. Они должны сами идти в индюшатню и брать себе индюшек. Вручную их сюда перетаскивать это вообще не дело. Так что... Всё-таки какие-то баги в игре есть. Так, давайте глянем ловушки. Автоматически я ровно не поставлю тут. Так, его правильно поставить вот так вот, наверное. Всё, ну хоть и ловушки вроде как строятся в этой миссии уже нормально. Ну вот смотрите, опять они бастуют. Я уж так их вечно не могу перетаскивать, правильно? Как-то надо чинить. На сто процентов у нас индюшать не работает. Всё, они стали хавать. Вот, за деньгами они идут сами. То есть их не надо уже таскать за деньгами. Короче, всё-таки что-то не так с этой игрой. Если у вас есть мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Но моё мнение пока что такое. Ну я думаю, всё это дело починят. Более того, я думаю, к этой игре ещё выйдет дополнение, как это было с Dungeons 2, потому что отзывы в Steam довольно-таки хорошие. Так что, когда мы пройдём эту кампанию, будем ждать дополнения. Так, ну чё ж, на эропате пора уже идти в атаку. Как где нам тут сидеть-то? Они будут бастовать вечно, так что и бесполезно их тут таскать туда. Они, кстати говоря, смотрите, не поели, да? Пошли за золотом и снова голодны. И снова стоят бастуют. Это что за дичь? Будут загореть их тут, там пусть они живут вечно. Да уж, такая игра. О, слушайте, у нас стоит, что-то ему не нравится. Серьёзно, тебе что-то ещё надо? Может тебе арены не хватает? Может ты тренировки хочешь? Слушайте, это может быть. Это может быть. Давайте-ка мы тогда расширим арену, как вариант. В твоём подземелье враги! Может реально им тренировки не хватает? Насчёт чего ещё не могут бастовать-то в конце концов? Крайне мере в арене не надо строить, едем. Рабочие места, они сами появляются. Вот они. Вот, смотри, сами идут в дюшатню. Да-да-да, давайте. Добро пожаловать. Здесь ещё не проход сделаем. Вот, сопляки нормально. Кто-то мне писал, типа, ловушки ставит только гоблины. Нифига, вот, пожалуйста, сопляк идёт, ставит ловушку. Всё нормально. Защити чёрное сердце. Так, сами могут защититься как-то. Ну ладно, по крайней мере, все эти простои у нас прошли не зря, потому что мы можем чё-то изучить, исследовать. Чё ещё не исследовал? В принципе, в этой миссии я, наверное, всё уже поисследовал. Темницу не хочу ставить. Слишком долго. Арахнидов. На пауков я вообще забил, на самом деле, потому что они мне кажутся такими бесполезными тварями, что их нанимать просто не хочется. Давайте одного арахнида наймём. И, наверное, зал отдыха ещё поставим для демонов. И на этом, в принципе. Закончим наши постройки и приступим уже. к захвату верхнего мира. Так, где у нас зал отдыха-то? Вот он. Золото всё потратил. Какое-то всё дело планировал там. Так, а где у нас жила была тут? Тут жила кончилась. Алмазную я так и не нашёл. Надо прокапываться дальше. Купичок. Так, ладно, пошли пока на поверхность следом. Ребят, тут оставим. Одну баншу тоже оставим. Всё, пошли, короче, угробудить. Угробудить. И надо, короче, ещё одно место с коварцем захватить. Вдобавок. Так, они опять, слушайте, дорогу неправильной пошли. Через город. Давайте проверим, шифтом работает вообще тут. Да, работает шифтом путь. Удивительно. Так, ладно, пошли сюда. Слушайте, ещё одного героя привлекли. Это, по-моему, анаграмма, да? Сами знаете, для чего. Сами знаете, какого имени, скажем так. Так, ну давайте угры тогда удовлетворим. Это хорошо, сила. Угр можно драться. Прекрасно. Теперь-то они у нас запоют. Запоют? Ха! Огр любит петь. Огр хорошо петь. Мну сейчас. Эй, о нет, что же я наделала? Ты специально, да? Сколько можно отвлекать жердяев всякими глупостями? Мы так никогда не доберёмся до этого проклятого города. Почему мне вечно достаются всякие неучи... Где мой волокордин? Так, ещё мы тут по-быстрому захватим источник коварства и пойдём Огру помогать. Он там пока справляется. Успешно. Так, у нас же, кстати, геряющий демон должен сейчас жарить всех тут подряд. Так, место отдыха построено. А, аж его не построил. У меня же денег не было. В твоём подземелье враги. Да, кто бы сомневался. Жалование. Половину тварей у нас убили. Что? Bye-bye, baby. Кто-то ещё остался-то, блин? Что-то могрый не убивает ещё. Нормально. Пощади чёрное сердце. Держи сапогам, товарищ. Так, ловушки поставились. Не переживай. Ты не моя кровь. Ой, моя кровь. Ай, ай. Так, Огра там уже наполовину расхерачили. Так, вот его здесь оставим. Демона одного здесь оставим. Что нужно сделать? И пошли защищать Огра. Бедолага. Мы на щит ему дадим. И всё. Так, это всё надо захватить, да? Какая-то железная дорога ещё. Да, он уже сам идёт. Интересно, что будет, если он умрёт? Наверное, миссия закончится, да? Так, разобрались. Лагерь уничтожить. Так, и где тут демона оставлял? А, слушайте, хилка была ещё. Чёрный ход в город найдёт. Значит, петь. У Мну есть группа. Группа Огар. Значит, опасные грибные рассветы. Наверное. Мну забыть. Это соло-группа. Только сначала Мну надо пиво. Музыканты всегда пить. Ведь, да? Опять пиво? Серьёзно? Уставшее зло предугадало и это. Не желая спорить, оно просто отдало приказ снова варить пиво. Но битва за Форевер Винтер была уже не за горами. Так, ещё 30 бочек пива надо. Ладно. Допустим. Пока полечим, Могрой постоим, да? Я думаю, нам тут портал имеет смысл поставить пока что. Так, и, к примеру, демона поставить сюда. Пусть он Ману добывает. Так, вот ловушки опять у меня застопрились. Можно, в принципе, больше сопляков нанять. Ещё вот это надо изучить. Дюшек хватает. Нормально. Тут ничего не добывается. Слушайте, а где не золото добывают что-то? Что-то я не понял. Или они все просто сбежали? На раскопке пока что. Так, нормально. Надеюсь, никто не боится пауков. Обнаружено паучье гнездо. Тойота. Тут жила золотая, конечно же, да? Ну ладно, пошли тогда пауков поубиваем. Пауков! Вес. Оу! Так, угры стоит нормально. Сейчас мы одну нагу вытащим все-таки, которая не бастует. Все равно его пока лечит. Так, тут жилу мы нашли, конечно же, да? Пока просто раскопаем. Так, где все сопляки пропали? Пиво варят. Ну, один точно варит. Сейчас мы еще орка притащим. Поставим его варить. Непоседливое зло докопалось до драконьего логова. Да ёпты, откуда там все эти берутся, а то дракон, а то еще что-нибудь. Слабоалкогольное зло позаботилось о пиве. Орки трудились много дней. Что надо? Песня! Огр соло! Я сейчас оглохну или меня стошнит. Боже мой, что это за безвкусная какафония? Звучит, будто кто-то мелит расстроенный рояль на жерновах. Отвратительно. Кто ругать музыку Огра? Время умирать! Наконец-то! Наконец-то! Огр сокрушил стены Форевер Винтера и в ярости вступил в бой с критиками своего ужасного, то есть прекрасного творчества. Да, покажи им, кто тут гений! Левой, правой, а теперь под дых, под дых! Так им! Так, наконец-то он стену эту разрушил, как я и предполагал, в принципе. Так, я прокачал орков, прокачал чуть-чуть демонов. Сейчас мы быстренько затащим, я думаю. Осталось всего лишь этот город взять. Всех тут убить, да, похоже, что. Так, нам еще сюда идти надо. Нам бы желательно вместе с Ограмики. Так, пошли пока этот домик разрушим. Так, мана-то добывается у нас? Блин, ну как мне теперь... Да, ты и так добываешь ману, понятно. Так, да, ну, корабли тут стоят, которые мы собираемся взять. Так, пошли дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Так, это пульт направлено сюда, да? А можно было, наверное, ворваться и город зачистить до того, как Огры туда войдет, но... Смысла в этом особого, конечно, нет. Так, куда все, кстати, сопротивились? Серьезно, подметают? А почему они золото добывают? Вроде все открыто, нигде ничего не заблокировано. Так, пошли не стоим. Мне тут бочки нашли какие-то опять. Благодаря Огру, от Форевер Винтера осталась лишь груда дымящихся обломков. К счастью, Гава не сбежала полного разрушения. Как раз, кстати, для вероломного зла, готового покорить невольные города. Очень хорошо. Мы справились и здесь. Танос будет в ярости. Мои слуги, все на борт. Отдать швартовый! Хе-хей! Полный вперед! Что случилось с твоей доброй половиной? С ней? Понятия не имею. Наверное, лежит на кушетке у психоаналитика и ноет о тяжелом детстве. Неудачница. Но ведь это твоя... Впрочем, неважно. Армия легендарного зла готова отправляться. Эй, а можно с вами? Только мне надо выпить на дорожку. Ну, хотя бы не заставили снова пиво собирать, чтобы он с нами поехал. Ну что ж, на этом мы эпизод закончим. Это была миссия с подземельем полного пива. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И вы хотите продолжение видео на канале по этой игре. А с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.